Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим замечательных лошадок, скаковых, выездковых, конкурных, которых добавили сегодня, и это всё в одной лошади. И дальше поговорим о том, что будет на следующей неделе, так что седлайте своих коней и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Добавили вот эту модельку, и сегодня мы увидим, как выглядят новые англичане. И если честно, я уже успела даже со своим другом посмотреть их, я облизываюсь, потому что очень хочу их купить, одного точно, и, возможно, в будущем даже несколько, потому что я думаю купить потом масти как мой. Но на сегодняшний день в игрушку добавили три масти. Это вороная, тёмно-бурая и светло-серая, хотя мне больше хочется назвать эту мастя альбиносом, благодаря тому, что уж больно у неё присутствует розовый пигмент, но розовая моська и вокруг глаз тоже кожа розовенькая. От этого мне больше хочется считать, что она альбиносик, но всё-таки нет. Продаются они, кстати, на ферме Марли, светло-серая и вороная, а тёмно-бурая продаётся в форт Пинта, и доступна всем, у кого нету статуса Star Rider, и всем, у кого он есть. Кстати, вот тоже девочка приехала на англичане, чтобы посмотреть разницу, и, как видите, она очень-очень заметная. Очень классные лошадки. Мне, если честно, очень нравится. Да, будет очень много критики по поводу того, что они слишком мультяшные, или что они слишком реалистичные, что у них рысь не та, но, ребят, вот честно, я посмотрела, меня друг купил уже, я посмотрела анимацию, и мне очень понравилось. Рысь, по крайней мере, мне понравилась намного-намного лучше, чем была в трейлере. Вот. Всё остальное будем смотреть вместе со мной, когда я буду покупать данных лошадей. А пока что просто полюбуемся ими. Сила 1, дисциплина 2, скорости выносливость по нуля, гибкость 3, то бишь, очень поворотливая лошадь. Ну, как же её можно было сделать неповоротливой, если она, в принципе, в трейборе у неё, насколько я помню, это конкур, выездка и скачки. Анимация, кстати, скачек очень-очень классная. Если вы её уже купили, вы оценили. Там все плюсы, возможно, и минницы. Но я лично пока просто лицезрею и очень-очень радуюсь. Кстати, цена не завышена. 850 скачка. Ровно, по-моему, столько же стоили модельки 2.0 данной лошадки. Вот. Но сейчас их сделали дешевле, если кто не знает. То старые модельки, как у меня, по 425, по-моему, ска. А эти по 850. Так что, в принципе, она остаётся доступной лошади. И доступна она с первого уровня абсолютно всем. То есть, как только у вас откроются фермы Стива и окрестности, то есть, где они сейчас продаются на ферме Марли, вы можете спокойно приехать и купить данную лошадку. Так, на этих лошадок мы уже поналюбовались. Тут уже и народу приезжает. Хотя, буквально полчаса назад здесь было народу намного-много больше. Но давайте всё-таки поедем и посмотрим на тёмно-бурую лошадку. И вот, кстати, мы уже в форт Пинта. Лошадку, надеюсь, удастся посмотреть. Потому что во всех сообществах глобальных ВКонтакте и, в принципе, очень много идёт руганье по поводу того, что на русских, чаще всего, серверах отсутствует уважение к другим игрокам. Поэтому, когда вы подъезжаете, чтобы посмотреть лошадь, лошади не видно, потому что все игроки стоят в ней. Непонятно, зачем, для чего. Они её наверняка сами не видят или они добавляют всех в игнор. Но так не делается. Действительно, я согласна абсолютно с этими возмущениями. Потому что вот вы приезжаете, оставляйте лошадь сбоку, ходите, смотрите её пешком, дайте другим посмотреть. Мне вот не нравится, что тут стоит, допустим, какой-то игрок, неважно, и мне там из лошади торчит чья-то голова, а другой бок я, в принципе, не могу посмотреть, потому что он был закрыт лошадью. Вот то ли дело сейчас. Вот действительно, нахлынула такая волна обсуждений по этому поводу. И я заметила, что действительно, вроде бы, игроки начали прислушиваться к друг другу. И я видела комментарии, что на других серверах, там Австралия, Европа и другие, какие есть, я просто не знаю всех серверов, Star Stable, там с этим дела обстоят нормально. Там всегда уважение, там никто не толпится вокруг лошади. Но, давайте, мы отвлеклись от теми. Вот такая тёмно-бурая лошадка тут у нас ещё есть. Очень красивая. Вот, если честно, очень хочу её уже сейчас купить, чтобы она была моей первой обновлённой английской чистокровной лошадкой. Ну вот, ну вот, зачем, девочка, прости. Я не люблю кидать в игнор, но вы мне не даёте посмотреть лошадь со всех её сторон. Вот, и тут такая красотень. Мне очень нравится прорисовка моськи. Кто-то возмущается, что у этой лошади слишком большие ноздри. Что вот эти вот ноздри, они очень большие, и что многим людям это не нравится. Хотя, по факту, когда англичане, насколько я знаю, участвуют в скачках, у них именно такие ноздри. И если уж на то пошло, они бы вспомнили ноздри у старой версии этой лошади. Там они тоже были немаленькие. Очень мне, в общем, нравится на данный момент из трёх представленных мастей вот эта тёмно-бурая. Так что, я думаю, что в скором времени можете ожидать видео о покупке данной коняхи. А поэтому, что касается лошадок и этого обновления, всё. Но, что нас ждёт на следующей неделе? А на следующей неделе нас ждёт очень что-то интересное, связанное с фарой, с дизайнером друидской одежды, которая стоит в Вейлдале. На следующей неделе она хочет воплотить свои интересные идеи в жизнь. Мне кажется, это будет какая-то новая серия одежды от неё. Мне, если честно, она очень нравится. Я купила у неё все шапки и некоторые комплекты амуниции я тоже у неё купила. Так что, просто ждём в следующей неделе. И посмотрим, что же там добавят. А на этом обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите всякие идеи, предложения. Я обязательно их посчитаю, посмотрю и обдумаю. С вами была сегодня я, Даналия, и мой конь Великий Орёл. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощить морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!